Привет моим девочкам, гостям моего канала. Мой стандартный влог с автомобиля. Вы знаете, когда тепло, чаще всего я почему-то влоги начинаю снимать именно в машине. Не знаю почему, мне, наверное, так комфортно. Удобно и никто не мешает. Сейчас я вырвалась быстренько из дома, потому что хочу отправить новой почтой подарки к 8 марта своим близким. Вы уже подготовились? Я, в принципе, наверное, настолько люблю праздники, особенно 8 марта, хотя в нашей стране по-моему, с этого года его не отмечают, но мне не важно, мне все равно, потому что я обожаю дарить подарки. И подарки я дарю не только, например, мамам. Мне хочется дарить и подругам, и просто знакомым, кумовьям. Ну, в общем, суть в том, что когда ты хочешь сделать приятно какой-то праздник, это просто повод. Вот. Как-то так. А я уже... Вы уж меня простите. Ветер дует на улице. На улице весна, классно, тепло, но красная помада, любимая моя красная помада и распущенный волос, это потом вокруг рта такие красненькие полосочки. Не знаю, видно или нет, но я, наверное, избавлюсь от этих красных полосочек. А то я сейчас на новой почте буду стоять, а на меня будут смотреть, как на девушку с неправильными губами. Так. Кстати, я вам показывала, рассказывала про классный клик-палочки. Вот так вот надламываете и ждете. Тут есть жидкость, она так перетекает на конец другой палочки. Здесь уже намокает и можно поправить макияж. Я не накрашена, глаза не накрашены, но вот губы, надо что-то делать с этими губами. Потому что... Потому что избавиться от желания красить губы красной помадой я не могу, закалывать волосы я не люблю. И постоянно у меня вокруг рта такие, знаете, от помады от волос такие тоненькие-тоненькие полосочки. Поэтому я сейчас губы, приду порядок и поеду. Так, что-то я заболталась. Что еще вам рассказать? Расскажу и покажу, как бренды поздравляют блогеров с 8 марта. Мне кажется, это... Ну, как для блогеров, знаете, как я иногда пишу хэтштег «Когда ты блогер?» Короче, это так приятно. Особенно, знаете, у меня было малой болел и не было настроения, вечером такая уже была. Все, я выдохлась. И тут курьер присылает посылку одну за другой. От Philips посылка, от Avon посылка. Что я вам рассказываю? Давайте я вам покажу. И вот к 8 марту прислал Philips термочашку для кофе и чая. Такая красивая. Также два разных кофе. Один классический с пряной горчинкой и оттенками специй и шоколада. А второй легкий цитрусовый с кислинкой, нотами ореха, карамели и шоколада. И вообще, Philips'у спасибо. Но это еще не все. Следующий красивый подарок у меня от Ava. Смотрите, как они все организовали. Я очень люблю красивые презентации. Тут живые тюльпаны. Они так классно пахнут. И тут такая вот коробочка. Такой ее образ. Я просто люблю такой образ. И вот прям красавица-красавица. Тут она такая более домашняя. И еще романтик, романтик, маршрутка. Красавица. что тут у нас? Здесь расческа, танглтизер. Сейчас будем раскрывать, смотреть. Еще здесь планета спа, турецкий хамам с глиной, экстрактом янтаря. Покупайте коробочки. Коробочки можно купить на складах. Я уже когда-то показывала, где. Также в эпицентрах есть красивые коробочки. И наполняйте эти коробочками, например, какими-то продуктами. Как косметическими, так, например, и конфетами. Туда можно и шампанское положить, и вообще все что угодно. И сделать красивую просто презентацию. Ну, как вариант. Так, маску я вам показала. Буду, кстати, пробовать. Дальше тут, по-моему, туж для ресниц. Да. Эйвентрю. Это цветная. Объемная туж для ресниц. Супершок Макс. Максимальный объем. Вот. Ну, попробую. Я, кстати, пораздавала, когда мне было много туши, и я именно Эйвентрю попробовала другую. Черная, она такая, более повседневная. А вот супершок не пробовала. Пораздарила. Дальше здесь пудра компактная. Так, что еще? Что еще? Карандаш, как я понимаю. Да, карандашик у нас для глаз, колпачком, точилкой. Вот, как я понимаю, он черного цвета. Буду дальше смотреть, какое. Это новинка из весенней коллекции. Очищающий застик для лица. То есть, это умывалочка. Давай, фокусируйся. Кратенько показываю. Дальше. Ого, это спонжик. Интересно, вот таких спонжиков у меня не было. Он такой твердый, его надо намочить, наверное, делать массаж лица. Буду тоже пробовать. Дальше крем. Да, крем для лица обновления. Полное обновление, мультифункциональный дневной крем для лица SPF 20. Попробую. Что тут у нас еще? А здесь футболочка. Футболочку я покажу уже в весенних покупочках и туда эту футболку засуну. Тоже вам покажу. Наверное, обычная, простая. кстати, хотела. Главное, чтобы она мне по размеру подошла, потому что я вообще маленькая оверсайз. В общем, как-то так. И цветочки они всегда радуют. Поэтому 8 марта не переключайтесь, покажу вам кое-что. На улице уже темнеет. Когда на улице темнеет, то влоги снимать не совсем уже и удобно. Свет не тот. По ссылочке отправила красота и такая думаю, а я-то не снимала в этом году подарки на 8 марта. Но только есть одно единственное видео идеи подарков на 8 марта. И как-то не знаю, на этом я чего-то застопорилась. Больше что-то не снимаю. В следующем году обязательно надо будет снять. Хочу заехать на мойку, потому что машина хоть и серая, но я например в светлом спортивном костюме я пачкаюсь из-за пыли, грязи в общем думаю просто сверху ее обмыть, если не будет очереди. Мне очень нравятся бесконтактные эти мойки, когда ты сидишь в машине и машину моют щетки огромные. Я помню, когда была маленькая в детстве попали мы на такую мойку где-то по-моему тоже за границей и я такая ого для меня это было что-то ого и надо быть как-то Демку взять с собой я надеюсь что он не напугается я пока с вами болтала уже очередь подошла так что сейчас буду мыться то есть не я машинка я обожаю вот эти вот здоровые щетки ну прям очень-очень нравится это наверное в это воспоминание с детства тогда я не испугалась мне очень понравилось и теперь вот если надо помыть машину не сильно прям не сильно там она грязная без мошек на стеклах и внутри не надо то я приезжаю на такие мойки доброе утро я сейчас просто ухахатываюсь спросите почему потому что в интернете новая фишка какой-то москвич короче запостил такую вещь как на 8 марта 101 роза в аренду на 10 минут для фотографии приезжает отдает букет получает я не помню там сколько он сумму поставил по-моему 1000 рублей я не знаю сколько это на наши деньги по-моему 300 320 гривен вроде бы вот 10 минут девушка фотографируется в разных ракурсах или мальчик я не знаю и он забирает дальше букет дальше везет другим девочкам в общем интернет взорвался я хохочу и вчера мужу говорю слушай ты мне цветы будешь дарить на 8 марта он такой ты же не любишь я такая говорю ты понимаешь ну а как же я без букета без фотографии в общем смеялись смеялись я им рассказала про этот прикол потом говорю у нас кстати недалеко от дома есть ларек с цветами я говорю утром я такая просыпаюсь от запаха кофе ты приносишь мне букет полевых цветов я розы не очень люблю люблю полевые цветы и говоришь ну вот дорогая фотографируйся только быстро а я скажу почему потому что мне надо вернуть его обратно в ларек все мы вчера так хохотали так хохотали это просто представьте насколько в общем мир сходит с ума по-моему это 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 болезнь я конечно сама как блогер ну в плане я имею ввиду что социальный человек что соцсети мое все любое какое-то событие любое движение все в соцсетях но дойти до такого это это просто в общем я просто утром когда просыпаюсь я всегда лезу в соцсети сейчас естественно начала мониторить фейсбук инстаграм ну листать ленту и везде эти приколы с этой 101 розой думаю поделюсь с вами видели вы или нет ну и шуткой такой интересной решила показать вам поближе свои палочки выручалочки фирма манорм клик палочка для снятия макияжа с глаз но на самом деле использую не только для глаз как вы уже видели для губ и вообще для всего чего угодно очень удобно я уже в принципе вам показала как они работают вот но я сейчас прийду домой вам наверное покажу у меня дома еще есть с йодом и еще есть для проблемных зон вот вот такие вот палочки и где-то тут у меня было сейчас в бардачке еще одни их по-моему всего 4 штучки они вот есть разные вот есть еще у меня для очищения зубов для зубов для зубов вообще очень актуально поэтому в машине я так как сейчас подбеливала себе зубы то естественно мне необходимо просто чистить их постоянно я хочу чтобы они белые оставались как можно дольше ведь отбеливание если не ухаживает то пропадает и возвращается обратно этот желтоватый оттенок поэтому такие палочки очень выручают реально свежесть дыхания придают и у меня нет возможности например чистить зубы после того как я попила кофе например на работе то вот эти вот палочки мне очень помогают и вот обещала вам показать остальные клик-палочки которые у меня уже есть можно сказать в аптечке есть с йодом и есть для проблем на их коже это фирма Монорм я уже по-моему вам рассказывала да как ими пользоваться надламываете палочку и ждете пока покажу вам так достаем палочку вот там где зелененькая надламываете о вот нагломили и видите раствор он перетекает вот сюда очень полезная штучка что только не придумала для облегчения жизни всю ночь у него была температура вызвали скорую скорая уколола димедрол с анальгином попустила на 4 часа но при этом он все равно не спал он плакал жаловался на ну говорит у меня Вава а где Вава так и не показывал и утром мы решили не экспериментировать с нашими докторами с нашими поликлиниками потому что мой ребенок болеет уже полтора месяца полтора месяца он кашляет и врачи нам ничего толком сказать не могут поэтому мы решили поехать в Борис и утром мы позвонили нам сказали приезжайте и вот мы поехали в Борисе в Борисе за 2 часа нам поставили диагноз нам сделали рентген то есть попали мы сначала к педиатру педиатр послушал и говорит есть хрипы и напугала ну как напугала она так невзначай говорит ну может быть пневмония или воспаление легких ну представьте мне как маме у меня просто сердце в пятке я очень напугалась и пока мы делали рентген я просто внутри была очень-очень сжатая но не показывала это ни мужу ни Деме вот малыш нормальный слава богу терпеливый его хвалили сделали рентген сказали что врач мы вернулись к терапевту к педиатру она говорит это бронхит антибиотики другие лекарства потом направила нас к лору мы попали к лору сделали кукушку ему сказали что у него есть легкая отечность в носике которая стекается по задней стенке горлышка из-за этого у него кашель вот кашель получается и от бронхита и от вот этой вот задней стенки делать гимнастику чтобы мокрота отходила переворачивать его вверх ножками и назначили там кое-какие лекарства я перечислять их не буду потому что в любом случае это антибиотик и как бы сопутствующий что я могу сказать мы заплатили за всех этих врачей с 10% скидкой 2500 гривен но я вам могу вот прям откровенно поделиться что лучше так нежели ходить по нашим врачам вот честно так что пусть детки не болеют я папа расскажи как тебе ваву делали я папа папа с пальчика да да кровь брали Деме с пальчика да ваву ваву делали Деме но он терпел как рыцарь он вообще большой большой молодец да ой ой а сейчас Дема едет за машинкой за трактором да да потому что за подарком за подарком потому что ему делали кукушку да да у меня глотать глотать да глотал он жидкости и надо было кричать и говорить куку куку чтобы ее не глотать да Дема он очень был храбрый и он заслужил подарок и мы едем сейчас в детский мир за подарком да за трактором да и за шариками нам надо дуть шарики еще купить купить да купить подарки да вот такой у нас СС пока 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 на улице такая классная погода хоть ветерочек прохладный дует но весна это ощущается я с новой почты сейчас вам кое-что расскажу как говорится в преддверии 8 марта можно делать подарки и самой себе сейчас секунду опа 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 есть так камеру тоже поставлю чтоб было руки в общем освободить можно было уже сразу в машине начинать снимать но видите как я хочу с вами поделиться есть так смотрите что я говорила сейчас я отправила посылочку девочки у меня был такой маленький маленький мини конкурс в инстаграм я разыграла ну как разыграла это очень так громко сказано это конечно не какой-то там великий конкурс я вообще по возможности стараюсь проводить хотя бы мини конкурсы вот это был такой мини конкурс у меня на канале было видео учись экономить как я уже говорила это ранжира страшная поэтому все свои советы по экономии я в видео вам показала и компания проктор и гэмбл там было было две продукции это прокладки и памперсы их я и отправила девочке вот поэтому ее ее как бы комментарий победил потому что мне понравилась ее фраза я придерживаюсь этой фразе поэтому наверное и выбрала ее она написала что мы настолько богаты чтобы покупать дешевые вещи ну продукты вещи товары вот и это так и есть поэтому ее подарок уехал к ней а у меня тут тут вот я подправляла тоже кое-что кое-кому а это подарок мне вы знаете что я чем старше становлюсь тем я безозрения совести делаю сама себе подарки делаю подарки ну не только себе в общем я уже говорила я очень люблю подарки как получать так и дарить иногда даже дарить больше поэтому если мне муж не делает подарки не потому что он там жадничает да а потому что он у меня даже если ему скажешь купи мне например это он да хорошо куплю то есть нет этого ощущения что тебе сделали сюрприз я с этим уже смирилась и особо не переживаю то есть мне всегда муж до 8 марта на новый год на день рождения он мне говорит что тебе надо вот давай это и купим ну то есть сюрпризов он не делает поэтому у меня я сейчас получила я очень ждала этот подарок и сейчас я вам его покажу то есть в принципе я считаю что если никто не подарил ну например там муж или кто-то из то можно сделать подарок самой себе смотрите какая красота видите это браслетик я всегда очень хотела у девочек видела мне очень нравилось на ручке такие вот у вас сколько деток например да у вас двое трое деток или там один ребеночек есть такой вот как маленький ребеночек или мальчик или девочка или мальчик и девочка мне всегда это нравилось а тут я увидела что есть вот такие вот стопочки они такие маленькие И на ручке они смотрятся очень-очень так аккуратно. И мне так захотелось, так захотелось. И вот смотрите, как красота. Опа. Вот. Сейчас я сниму. Так, контакты я, если хотите, оставлю внизу под видео, где это все у меня, то есть откуда оно у меня приехало. Сейчас аккуратненько. Так, это у меня HeadMake серебро 925 пробы. Кстати, Маруся by Маруся. Класс. HeadMake. Есть в серебре. Тут вот 925 пробы. И, кстати, есть еще в золоте. Но я, например, золото не люблю. Ну, именно желтое. Я люблю или серебро, или белое золото. И есть вот в золоте 585 пробы. Все вот тут вот есть ссылочки. Я вам их внизу тогда оставлю. Вдруг кто-то захочет себе. Смотрите. Но это еще не все. Это такая красотища. Потому что здесь... Класс. Димит, Доминика. Вот. Я не знаю, будет видно или нет. Я вам вставлю. Я дома сниму аккуратненько, чтобы было видно. Тут написаны имена моих деток. Девчонки, обещала вам показать надписи на браслетике. Вот. Доминика и Димит. Видно? Видно. Да. Видно, видно, видно. Ура. Такие хорошенькие они. Только именами я буду носить к телу. А так вот. Буду носить вот так вот ножками. Да. Так красиво вообще. Я сейчас как раз делала пост в Инстаграм. Вот такая вот локация у браслетика с моим пузом. И меня полуголый. Вот. Для того, чтобы... Ну, не знаю. Может быть, кому-то будет это полезная информация. Может, кто-то тоже себе такое захочет. Захочет, да. Потому что, ну, как бы... У меня такой подарочек на 8 марта. Но мне кажется, что такие вещи не обязательно делать под праздник. А вообще, это, кстати, можно папам на заметку. Когда жену забирают с роддома, можно вот... Если знаете имя, то можно сделать такой браслетик. Жене будет приятно. И прям такая прелесть. Господи, это так миленько-миленько. Это все сделано на заказ. То есть, это все делается, пишется. Вы выбираете сами, что это может быть. И, кстати, ну, это, конечно, в финансовом плане у каждого по-разному. Ну, можно... Я там видела на фотографиях в Инстаграм. Там есть такой... Ну, детки там, человечечки, да. И у них там, где сердечко, камушек, бриллиантик. Так красиво-красиво. А, и еще. Та-да! Она теперь со мной неразлучна. Это то, что я вам показывала. Подарки блогерам. Когда ты блогер, и есть, кстати, плюсы и минусы в этом блогерстве, я вам уже говорила, что надо снять такое видео. Кстати, а почему бы и не снять? Может быть, сейчас снять? А мне убирать надо. Ладно, поехала домой. Спасибо вам большое, что вы посмотрели это видео. Я желаю вам замечательного 8 марта. Пусть оно пройдет так, как вы себе представляли, как вы мечтали. Кто-то мечтает провести его в Париже, кто-то в постели с любимым, кто-то может быть где-нибудь в тепле. На самом деле, наверное, даже не важно где, а важно с кем. Поэтому пусть у вас будет все хорошо. Любви вам желаю, счастья, здоровья. Ваша Запорожская. Пока-пока.